всем привет друзья в эфире программа пропеллер тема нашего выпуска сегодня культура и искусство культура и искусство это то что делают люди не ради работы а ради самовыражения вот связано с нашей сегодняшней темой события к нам в город приезжал актер всероссийского уровня он выступил с мастер-классом он играл фильме гагарин это я хотела сказать конечно тоже смотрел арт-квадрат долгожданное событие для творческой молодежи якутска ведь именно благодаря фестивалю проходят встречи наших ребят с профессионалами в области музыки фото и конечно кино мы на лекции ярослава жалнина ярослав российский актер театра и кино исполнитель главной роли в фильме гагарин первый в космосе конечно мы не смогли не спросить у актера об этой работе у меня вот в народе я родился на урале в нижнем тагиле есть такая поговорка модная нормально делай нормально будет мне кажется гагарин так и живут он захотел и делал и добивался в этом успехов потому что был честен перед собой но летает то он хорошо смело уверенно давайте знакомиться старший лейтенант гагарин юрий алексеевич в принципе поменял меня как человека и все мои ценности куда-то канули я понял что что-то я выпускал раньше только потому что не радовался жизни так как он радовался именно с таким оптимистичным настроением прошел мастер-класс ярослава кинолексика и этапы кинопроизводства участниками беседы стали 11 молодых режиссеров они представили свои первые работы которые отсматривал и отбирал лично ярослав сейчас возможности технические именно в киноиндустрии они настолько ну свободны то есть у каждого есть доступ ко всем техническим возможностям тут уже вопрос в идеях самое главное чтобы ребята не боялись выражать свои идеи ну и желали это делать уровень творчества наших молодых режиссеров операторов и монтажеров действительно радует один из самых необычных и чувственных роликов фестиваля стей а творческая группы юдиви это в переводе как выдержка ожидания и много чего там много значений и он гармонии просто девушка захотела вспомнить о прошлом как потеплее о физическом тепле душевном тепле и все такое я представил свою работу под названием когда рядом никого это экранизация рассказа моего знакомого он написал историю про парня который попал в автокатастрофу вместе семьей и в итоге он в коме уже много много лет вторая главная героиня на девушка медсестра которая тоже попадала в такую ситуацию но она выкарабкалась и перешила помогать таким же людям как она я подготовил проект передачу молодежную янг называется должна появиться идея потом эту идею нужно воплотить украсить раздумать и все хорошо начинать нужно с простого себя себя у каждого в жизни есть миллионы историй как они попадали в разные ситуации истории нужно просто брать их и оформлять это сначала в идею потом сценарий потом искать друга второго третьего четвертого пятого образовываться в группу и делать эту историю показывать своим близким друзьям потом незнакомым и превращать это в действие то сделать это для кого-то самое главное понимать для чего ты рассказываешь вывод в этой встрече очевиден заниматься нужно любимым делом и понимать насколько непросто труд творческого работника мы желаем нашим коллегам вдохновение а фестиваль спасибо за возможность общения с настоящими профи в общем не отходя от темы культуры следующий наш сюжет посвящен театру и в театре нашем русском академическом театре побывал вячеслав брешин это я не интересно стало как актеры вообще живут работа для души все мы знаем то что у них маленькая зарплата у них такие же проблемы как у нас и было очень интересно особенно пообщаться с актерами которые там работают уже на протяжении сорока лет то есть я сравнивал театр вчерашний и сегодняшний зачем мы приходим в театр наверное для того чтобы расслабиться отдохнуть от насущных проблем или погрузиться в атмосферу который поможет нам ответить на свои какие-то внутренние вопросы и главным человеком который во всем нам этом помогает является актер а сложно ли быть актером современном обществе с этим вопросом я обратился в русский драматический театр и узнал очень много об этой прекрасной профессии во все времена актером было сложно быть потому что эта профессия она занимает все пространство твое жизненное не остается времени для дома не для семьи если по большому счету ты просто отдаешься театр если быть актером до мозга костей свою то есть с настоящим то надо уже забывать и о себе и о семье только заниматься своей работой только ролью в которой тебе дали и только эти жизнью театра в плане такого глобального боже мой как тяжело живется актеру нынче современное общество меня ущемляет мне некуда расти мне не дают там вздохнуть выдохнуть потому что везде интернет компьютеры в таком духе нет ничего такого нет если тебе нравится твоя профессия по крайней мере та которую мы сейчас говорим профессии актера работается легко спокойно и прекрасно полностью поддерживаю своего потому что жить вообще счастье заниматься любимым делом это счастье дарить людям радость это счастье поэтому я таких больших сложностей тоже не вижу поэтому прекрасно друзья приходите в театр чего вы ставили там пальцы нужны рука человеческая животные не могут человек это твое дело только-только вот мы пришли студентами конечно это был совсем другой театр совсем другие зрители нежели сейчас то да это сильно отличалось в девяносто втором году по инициативе тогда еще художественного руководителя нашего театра тарасова анатолия степановича а впоследствии уже и художественного руководителя филиала школы-студии была вот идея создать при театре школу-студию для начинающих для школьников конкретно 9 10 11 класса для этого даже есть небольшой проект должна появиться малая сцена должен быть значит дополнительный универсальный зал который будет и хореографическим и спортивным и выставочным в целом это вот как раз появится тот театральный комплекс именно на нашей площади я имею ввиду на площади самого театра да только душой можно выразить то чего себе раз тебе нравится и будет зрителем но опять таки от сознания от воспитанности от культуры понимания что ты делаешь будет и твое произведение ценится зрителям на сцене никогда королей нет если тебе дают звание ты не званием работаешь а работаешь мозгами и все остальное что ты смог из этого произведения выжить и сказать донести до зрителя звание ерунда ерунда во всех профессиях звание ерунда выходишь и доказываешь я тебя прощаю это жизнь и смерть сохраняя свои секреты оставаясь до конца не разгаданным театр был есть и будет местом притягивающих зрителей вот уже не одну сотню лет до скорых встреч в театре дорогие друзья театр это уникальное явление и одно из немногих оставшихся в нашей жизни из того времени древнего когда еще была жива магия волшебство и вот это волшебство осталось на сцене театра мне так кажется поэтому я призываю всех наших зрителей ходить в театр чаще ну что же следующий наш сюжет посвящен выставке очень талантливой девушки валерии сосиной это была ее персональная как бы личная выставка и мне кажется вот именно таких людях о молодых начинаниях о молодых дарованиях нам и нужно говорить нужно их раскрывать и показывать что если нас такие талантливые люди у меня всего здесь представлено 65 работ они все разные у меня есть и акварельные есть гуашевые тату и эскизы тоже по разным техникам можно сказать типа вот как переменное настроение бы вот и такой весело бывает такой немножко грустно мне нравится драконы вот и из них пошло вот как бы ящерицы всякие рептилии у меня у самой была игуана в общем и мне нравятся животные а а датсо ладу а андрюса она юг а говорят то что нравится определенная работа и больше всех голосов на была лиса она тоже очень нравится никакая энергетика есть то что вот люди смотрят на нее немножко страшно даже краски в ином понимании вот я вот так это назвал цену это отпечаток какой-то ее личности ее каких-то переживаний я считаю что акварель очень красивые именно картины получаются да такие прозрачные и при этом они очень такие мне кажется глубокие у него творчестве прям вот я покрай не вижу словах свобода я хочу учиться дальше учиться как бы развиваться выставка это мое начало как бы мой поиск выставка благотворительная то есть можно приобрести эти картины и все средства уйдут на благотворительность вот очень хороший добрый светлый человек который не гонится за наживой а помогает своим искусством другим людям ну что ж друзья надеюсь наш выпуск сподвиг нас на то чтобы посещать культурные мероприятия нашего города а наша передача подходит концу увидимся ровно через неделю всем пока всем пока даже пока сказать не дай хочешь иметь престижную профессию филиал байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места подробности по телефону 36 91 91 и на сайте филиала байкальского университета а